Мика Сейбл, репортаж о боевых машинах Брэдли В России по железной дороге перевозят вагоны с захваченной западной техникой, а также боевые машины Брэдли, которые, похоже, почти не пострадали Как водитель Брэдли в армии США, я оценил простоту управления и мощность Но судя по фотографиям, Брэдли не может проехать по украинской грязи, как российские танки Возможно, потому что Брэдли слишком тяжелый и высокий, как слон в сахаре Другие новости Студент из Германии рассказал, что его коллега с семьей возвращаются в Москву, где ему предложили более высокооплачиваемую работу, чем в Германии А его семье просто надоело там жить Разве Германия не должна быть идеальной? Но он также упомянул несколько вещей, например, старую инфраструктуру, плохое обслуживание и постоянное превосходство немцев над русскими Я думаю, это уже слишком Моя китайская студентка, которая работает консультантом, рассказала, что у умных и талантливых подростков в школьной системе возникают эмоциональные проблемы, которые могут вызывать клаустрофобию Ну, американские школы, насколько я помню, были огромными и безликими Учителя были отстраненными, незаинтересованными или беспомощными У некоторых из них были красные носы Наверное, они успокаивались вечером с помощью бутылки Например, в Харсхеттс, Нью-Йорк, есть огромный пригород Учеников из пригорода возили на желтых автобусах в течение полутора часов в одну огромную школу, которая выглядела как уродливая фабрика с высокими кирпичными стенами, конечно, без колючей проволоки Я не могу не заметить, что советская школьная система, какими бы ни были ее плюсы и минусы, по крайней мере была определенного размера, который соответствовал местному микрорегиону И по крайней мере школы были меньше, проблемы были более управляемыми, а учителям приходилось больше отвечать за свои классы Продолжение следует...